Афиняне 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 связанный исключающий всякое прозрение всякую интуицию сверхъестественную все укладывающие это сказать в правило формальной логике правило формы он действительно безрассудим и в поведении своем и во всем прочим с точки зрения мещанского рассудка ну что это царство отказался от пищи отказался лечиться отказался всю жизнь голодал будучи царем мещанин скажу просто дурак а с платон бы сказал великий человек как ли жил в городе эфес остатки которого сейчас и территории турции это один из богатых и очень активных торговых центров так называемые низкого побережья это самый конец 6 века начало 5 века в этот момент некоторые люди решили что глубочайших божественных истинах можно как бы при помощи разума рассуждать значит можно как-то и передавать также логически все эти священные истины раньше передавались в храмовом пространстве к учителю к ученику а первый греческий философ решили что вот они носители разума и разум должен вот эти тайны перевести на язык человеческий на язык рассудка эксперимент дерзкий тот же наш герой гераклит говорил не нужно спорить величайшим то есть он первый философ сам говорит что вообще вся эта логика вообще не для истины нужно увидеть что-то потом об этом сказать но без аргументации потому что никому ничего не докажет вот это рождение философии спорная удивительная волшебная каской точка в истории европейского духа и первые философа и как раз вот здесь между древностью с ее мифом но и перед как бы наукой который будет утверждать свое право на истина они все-таки поэты пророки и зионеры и в то же время уже логики аналитики и я бы сказал учителя так сказать морали и поведения античный историк философии диаген лаэрдский пишет что гераклит с детства заставлял девиться себе в молодость утверждая что он ничего не ведает а взрослым что знает все расцвет его приходился на 69 олимпиаду это 504 501 год до рождества христова был он высокоумен как никто и всех презирал как это явствует и из его сочинение в котором он пишет многознайство уму не научает ибо есть единая мудрость постигать ум который правит всей вселенной просьбами эфесцев дать им законы он пренебрег ибо город был уже во власти дурного правления удалившись храм артемиды он играл с мальчишками в кости обступившим его эфесцам сказал чему девитесь негодяи уж лучше так играть чем управлять в вашем государстве как раз в этот момент конец 6 века происходит рождение античной демократии греческой город переходит к гражданскому самоуправлению все всегда в истории болезненный процесс и тогда это было то же самое правовая гражданская война конфликт жестокое уничтожение одной партии другой гераклит отказывается от царской власти хотя в общем он наследственный басилевс он видит эту смуту он разочарован в людях и в ходит как мы бы сказали частную жизнь но при этом полезно помнить что басилевс он еще и по своим служебным обязанностям является верховым жрецом на ступенях храма артемида эфесской которые потом как известно и расстрат негодяй сжег на этих ступенях он общается с детьми играет в кости то есть демонстративно ведет жизнь как бы аутсайдера но при этом все знают что это человек мудреец в эфес приезжают просто посмотреть на гераклит сохранился более-менее достоверный фрагмент который говорит о том что какие-то культур туристы зашли в дом гераклита были изумлены видимо нищетой но это уже говорит о том что юродивы юродиум но он уже имел какую-то еллинскую славу очень многие тогда писали книги о природе не просто о природе как мы сейчас говорим о происхождении всего вот и гераклит традиционно написал именно так не состояла из трех частей одна посвящена была устройство мира второе устройство общества и третье отношение к религии он писал темным языком очень и бездоказательно то есть все его произведения написаны как в самовыражении интуиции причем такой парадоксальной форме всегда вот почему еще он назывался тем не торопись дочитать до конца гераклита и фесса книга его это путь трудный для пешей стопы мрак беспросветный и тьма но если тебя посвященный вводит на эту тропу солнце светлее она приводя эти строчки диаген лаэрдский сообщает когда европит дал сократу сочинение гераклита и спросил у мнения сократ ответил то что я понял великолепно думаю и то что не понял тоже впрочем для этой книги впрямь нужен делосский нырячий что он имел ввиду то есть через тьму слоев воды где-то там в глубине лежат лежит золото мысли гераклита и вам чтобы его достать очень нужно большое искусство остальные считают его темным потому что вода то непрозрачная слишком большая глубина все греки понимаешь так устроена поэзия священное безумие и конечно текст который должен очень рационально быть построен и гераклит говорит вот послушайте дельфийская севилла непрекрашенная не примазанная кричит рычит извергает что-то непонятное бессмысленно слова я проходит тысячелетия он чувствовал себя пророк поэтому и выражалась как пророк гераклит действительно был христианином как бы дохристиан и одним из самых цитируемых апологетами христиан которые защищали достоинство христианства под лицом язычества образованного так вас что гераклит великий может то же самое что мы и о конце света он же говорит что все в конце концов сгорит страшным огнем этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов никто из людей но он всегда был есть и будет вечно живой огонь мерно возгорающийся мерно угасающий гераклит греческое слово космос любимое слово велос строй порядок устройство организация все в результате чего беспорядок становится порядком это космос например строй военных от космос женское украшение это космос косметика это все здесь гераклит хочет сказать что любой порядок даже вот который мы у себя в комнате навозим он тоже не на место потому что любой порядок это что сам начало существовал мы его можем сломать развалить но это для нас будет беспорядок а в мире опять восстановится гармония то есть это но говорят на современном жаргоне это самоуправляющаяся автоматическая система которая из любого хаотического состояния восстановит порядок вот так она устроена дальше гераклит говорит что он этот мир не создан никем ни из людей ни из богов был есть и будет тоже очень сильный тезис который современников мог шокировать ученые говорят что был есть и будет это сакральная формула из древних гимнов религиозных греческих ну довольно обычная такая вот клише религиозно но так можно поговорить о боге был есть и будет он надо времени у меня времени а мире так говорить мне не принято бы гераклит живот говорит что мире есть бог какой вот как бы безличный безличный порядок пройдут потом еще века когда в христианской культуре попытаются совместить этот абсолютный порядок и как бы вот личную субъективность но здесь была битва со старой мифологии и гераклит бросает и вызов ругая тех кто приносит жертву демонам гераклит сказал тщетно очищаются кровью кровью оскверненные как если бы кто в грязь войдя грязью отмывался его бы сочли сумасшедшим если бы кто из людей заметил что он так делает и изваянием этим вот они молятся как если бы кто беседовал с домами ни о богах не имея понятия не о героях личность божество человека значит перед нами вот этот мир который был есть и будет чем все-таки у него есть свое лицо этого мира это мир есть огонь говорит пираклит греческая пюра значит не столько вот огонь в смысле вот пламени который может что-то охватить сколько вот такое светлое излучение огонь как как энергия как свет как жар жизнь бога в том что мерами вспыхивает и мерами угасает по другим фрагментам можно представить как гераклит это видео происходит в какой-то момент воспламенение вспышка это значит что бог превратился в мир и дальше у огня это начинает сложная непростая очень биографии после этой вспышки начинает медленно остывать гробиться превращаться какие-то может быть цветовые карпускулы а потом огненная стихия превращается в другие стихии в воздух воду в землю причем этот процесс угасания ведет к тому что мир становится многообразным раздробленным связанным спутанным отдельные части приходят в конфликт друг с другом но в какой-то момент вот этот конфликт дорастает до того что мир приходит конец мировой пожар автоматически необходим потому что пока мир находится в этом многообразном состоянии своем и существует добро и зло и всякое многообразие которые конкурируют друг с другом и так далее пока мир вот так множествен а гераклит теоретики единства он полон греха полон неправды и поэтому должен загореть его огонь очищает все борьба всего отец и всему царю одним она определила быть богами а другим людьми а из тех одним рабами а другим свободными противоречивость сближает разнообразие порождает прекраснейшую гармонию и все через раз присоздаются грядущий огонь все обымет и всех рассудит гераклит многим хотелось бы чтобы предметы находились в одном и том же постоянном состоянии чтобы существовала статичность которая управляла бы всем и действовала бы всегда гераклит понимает что это невозможно потому что все течет все постоянно меняется гераклит не представляет себе мир где нет противоположности если нет противоположности это значит что мир погружается в болото что мир похож на кладбище это одна странная как бы телесная жизнь бога ну гераклита всегда есть некоторое но и некоторые вход из замкнутой картинки более многомерно что происходит когда мир так огненно пульсирует он пульсирует не просто так как не хаоса это космос потому что пульсирует мирами в этом фрагменте это предусловно метром то есть мера в других фрагментах говорится о единой мудрости божественные гентоса фон который тождественно богу видимо и произносится вот такой высказывается термину у которого длинная славная и удивительная история греческий термин логос богом становится тот человек который исполняет волю божью значит верно сказал гераклит люди боги боги люди ибо логос один и тот же смысл этого таинственного изречения очевиден бог в человеке человек бог а волю отца исполняет посредник так как слово логос посредник между богом и человеком общий им обоим климент александрийский в полисе каким был тогда эфес люди ходили на гору и соединялись в единое целое при помощи обычной повседневной беседы который всегда связано с тайной но и с весьма сильной логики так и вселенной состоящей из противоположности управляет принцип логоса речь объединяет все в мире само слово логос происходит от глагола легейн который первоначально обозначал выбирание из чего-то сбор информации и связывание в одно целое но заметь телеги говорить правду это говорить не просто произносить слова какие-то конечно а говорить выражать правду мышление человек лонос не просто слово это понятное слово это слово тождественное понятие поэтому без логоса мир был бы непонятен но если бы логос был только у человека в мире логоса бы не было то мир тоже был бы непонятен поэтому логос одновременно есть закон мира и закон правильной речи и закон правильного мышления и закон жизни правильно все это называется логос вот это и есть слово божественного огня причем он даже и подчеркивает что вот и мир так устроен что он как бы является сообщением не даром же это логос слова которое нам сообщено и мир устроен как сообщение которое не скрыто от нас мы же его видим но и не совсем открыто потому что надо вот что-то сделать как-то подумать чтобы понять что нам открыто поэтому все честно от нас никто ничего не скрывает но никто нам ничего даром не дает вот эта высшая мудрость явленная через божественные огонь и логос я искал самого себя предела в душе не отыщешь по какому пути не иди так глубок ее логос вместе с тем всем людям дано познавать самих себя и быть целомудренными целомудрия величайшая добродетель мудрость же в том чтобы говорить истину и действовать согласно природе осознавая что здравый рассудок у всех общий гераклит как и многие древние мудрецы гераклит читал что человек в общем миниатюре повторяет устройство космос там есть и стихии они как-то сопряженные свиты вместе гераклит говорит больше у человека есть душа вот у человека есть его личный логос который принадлежит ему и он одновременно принадлежит и бог другие вещи тоже подчиняются логос но извне а у человека это логос внутри гераклит прямо так и говорит душе присущ самоувеличивающийся логос есть компьютерная программа логос это вложенная в каждую вещь программа и она слепо подчиняется и человек единственный в космосе существо самопрограммирующиеся которым бог позволил быть самопрограммирующий то есть его логос будет раскручиваться так же бесконечно как в космосе душа в нынешнем состоянии она в общем мертва то есть то что мы называем жизнью смерти на самом деле а вот то что мы называем смертью то это в некоторых случаях по крайней мере это жизнь эта картина мира не сказать чтобы очень светлая и оптимистическая потому что действительно лучшее что может сделать человек это умереть преобразившись общество гераклит относится еще хуже но и это понятно в свете тяжелой судьбы его он передал свой так сказать транс басилевса брату которого считал совершенным человеком брата демократическое большинство изгнала из государства и потом стали резать друг друга как бы уже от души и спокойно дальше была очень печальная судьба есть легенда что персидский царь ударе пригласил его к себе он обещал ему библиотеку всех и все условия замечательную жизнь но естественно пенсию хорошую и прочее вообще придворную жизнь рядом с ним далее далее был довольно просвещенный человек стать в результате и поехал вообще ушел от людей ушел в горы и питался там травами растениями и всякими и внуков поведение скончался он не переносил никаких компромиссов он ушел за откровение и поэтому правильно ранние планеты записывали в свой союз гераклит говорит что слово существует вечно о том же что она дитя и навеки вечный царь всего сущего он говорит так век дитя играющий кости бросающие дитя на престоле это комментарий святого ипполита римского а вот стихотворение григория богослова посвященная эфескому мудрецу есть но что это значит чем был я уж то миновала ныне иной и иным буду коль буду и впрямь несть постоянство я сам речной поток замутненный вечно текуя вперед и никогда не стою дважды потока реки не придешь того же что прежде снова несмертного ты прежним не узришь вовек царство над миром принадлежит ребенку но все-таки эта игра все-таки от не хаос это не мертвый сон а эта игра игра ребенка и может быть божественного вот который вот ждет когда что-то произойдет такое этот космос вот такой играющий станет его царством евангелие от иоанна говоря втором лице в святой троицы называет его логосом то есть иисус христос является живым воплощением логоса это слово пришедшие в мир для того чтобы объединить мир собрать людей отошедших от бога и призвать их к спасению понятие логоса евангелист берет из традиции начала который положил гераклит в начале было слово и слово было у бога и слово было бог и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok